Четвертая глава из книги Прока Ездры И услышали враги Иуды и Вениамина, что, возвратившиеся из плена, строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Заровавелю и к главам поколений, и сказали им, будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы от дней Ассардана, царя Сирийского, который перевел нас сюда. И сказал им Заровавель и Иисус, и прочие главы поколений израильских, не строить вам вместе с нами дом нашему Богу, мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам Кир, царь Персидский. И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира, царя Персидского, и до царствования Дария, царя Персидского. А в царствовании Ахашферроша, в начале царствования его, написали обвинения на жителей Иудеи и Иерусалима. И во дни Артаксеркса писали Бешлам, Мефредат, Табиел и прочие товарищи их к Артаксерсу, царю Персидскому. Письмо же было написано буквами сирийскими и на сирийском языке. Рихум, советник, и Шимшай, писец, писали одно письмо против Иерусалима к царю Артаксерсу, такое. Тогда-то Рихум, советник, и Шимшай, писец, и прочие товарищи их, Динеи и Афарсах, фей, Терпелеи, Апарсы, Орехьяни, Вавилоняне, Сусанцы, Даги, Еламитяне и прочие народы, которых переселил Аснафар, великий и славный. Его имя, другое имя, между прочим, Сеннахерим, это тот же, что Аснафар, и поселил в городах самарийских и в прочих городах за рекою и прочие. И вот список с письма, которые послали к нему. Царю Артаксерксу, рабы твои, люди, живущие за рекой и прочие, да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный негодный город. И стены делают, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен, и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому им посылаем донесения к царю. Пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной, и узнай, что город этот, город мятежный и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город этот и опустошен. Поэтому мы уведомляем царя, что если город этот будет достроен, и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекою. Царь послал ответ Рихуму, советнику, и Шемшаю, Песцу и прочим товарищам их, которые живут в Самаре и в прочих городах заречных, Мир и прочие. Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною, и от меня дано повеление, и разыскали, и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения, и что в Иерусалиме были цари могущественные, владевшие всем заречьем, и им давали подать налоги и пошлины. Итак, дайте приказание, чтобы люди эти перестали работать, и чтоб город этот не строился, доколе от меня не будет дано повеление, и будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра, к чему допускать размножение вредного в ущерб царям. Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано перед Рихумом и Шемшаем Песцом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к Иудеям и сильной вооруженной рукой остановили работу их. Тогда остановилась работа при Доме Божьем, который в Иерусалиме, и остановка эта продолжалась до второго года царствования Дарья, царя Персидского.